Сынулечка, давай, есть ты. Только я не застелил кровать. Кровать не застелил? Так бегом застелать кровать. Бегом. Давай, давай, давай. Не, не балуйся только. Тёма, не надо баловаться. Просто застели кровать. Давай. Тёмчику три годика. Вот скоро будет четыре в этом месяце уже. Ну вот так кровать он застелает, наверное, уже с месяцев, наверное, четырёх. Ну, то есть четыре месяца где-то так застелает сам кровать. Начинал всё это он, конечно, похуже. Мы ему первое время помогали, где-то с недельку-две учили. То есть показывали, что покрывало может лежать неправильно, то есть что его не хватает. Вот как сейчас он берёт, делает. Видите, узенькая. Тёмочка, не хватит. Вот. Он тоже смотрит, смотрит, потом начинает менять места. Тимофейка, а ну посмотри, правильно у тебя покрывало лежит? Хватит тебе его? Мам. А ну? Нет. Ой, нет. Что нужно сделать? Да. Ну, я для камеры подсказала ему, чтобы быстрее это всё было, потому что долго снимать будет. А так вообще он сам вот подходит кровать и начинает застелать. Ой, что-то не подходит, что-то не хватает. И вот он начинает крутить это покрывало, то есть у него получается. Мы не обращаем внимания на то, что кровать застелана не очень хорошо. У нас есть определённые требования, чтобы не свисало ничего. Вот здесь кроватки снизу. Тёмочка, помнишь, да? Чтобы не свисало ничего? И чтобы не было видно одеяло, то есть белых мест. Вот он их закрывает все хорошо. Вот. Пока что это основные требования к такому маленькому ребёнку. Вот. Но он должен это уже всё уметь. Вот. И маме легче, и ребёнок ответственный. Вот так. Ура. Вот там, смотри немножечко. Смотри, сыночка. Вот там. Вот там. Посмотри, видишь, свисает, упала. Упала, давай, хорошо, застилай. Вот. Ну, сам момент понятен. Сейчас он просто спешит для фотоаппарата, пытается играть на публику, так сказать. Пытается быть крутым на свои года, да, и по-быстренькому всё сделать. Вот. Но сам принцип ясен. Мы начали приучать где-то, вот я же говорю, с трёх, с половиной лет ребёнка к застиланию своей кроватки. И у нас есть такое игровое обучающее правило. То есть ребёнок не может идти кушать, начинает утром засыпать, пока не застилан на кровать. То есть это правило касается всех в семье, маму, папу, старших деток, вот его. И довольно-таки хорошо правило работает, поэтому каждый старается, чтобы без него не начали кушать. Вот. Потому что бывали такие случаи, когда все уже сели, а ребёнок один подошёл, кто кровать не застелил. И ему говорят, а ты чего пришёл? А кровать застеланная?